Азербайджан Я часто получал сообщения от зрителей с вопросом о том, почему я никак не реагирую на ту самую платформу мира, который проводит Азербайджан, и куда якобы приезжают некоторые армяне. Они, естественно, приезжают, но дальше вы увидите, что не в таких больших количествах, как это преподносится в Баку. Что ж, я не реагировал, действительно, так как считал, что пока не пришло время. Я ждал сам финиш, ждал тот день, чтобы узнать, чем это все закончится. И вот, вроде бы как, платформа мира та самая закончилась, и сегодня у нас есть возможность узнать, что на самом деле происходило от самого непосредственного участника, с которым я связался накануне, Вааном Мартиросяном, находящимся в Баку с 2015 года, и который, как оказалось, являлся одним из соучредителей этой самой платформы мира. Приглашаю вас посмотреть мой с ним разговор, скайп-интервью, ну и сделать для себя выводы. Ваан, вот мы с вами эти дни поговорили и в скайпе, и в фейсбуке попереписывались, пообщались там вкратце. У меня, в принципе, сложилось впечатление общее о вас, что вы, в принципе, человек довольно-таки думающий, неглупый. И из чего и складывается первый вопрос, вот когда вы оказались в Грузии, почему вы все-таки согласились ехать в Баку изначально? Я вот ставил себя на ваше место, да, вот если бы я оказался бы в нейтральной какой-то стране, ко мне подошел бы азербайджанский журналист, попросил бы взять интервью, естественно, я бы ему не отказал. А вот по поводу того, чтобы ехать в Баку, я бы, наверное, еще в сто раз подумал бы, не потому что я боюсь, а потому что, наверное, все-таки это ни к чему. Зачем мне, например, давать интервью именно в Баку, да еще и с семьей? Вот почему вы согласились ехать туда? Значит, во-первых, начнем с того, что изначально журналисты того СМИ, с которым я связался, будучи в Табилиси, а это именно 1news.as, firstnews.as, мы с ними обсуждали вероятность вот именно интервью, одного интервью или даже, может быть, пресс-конференции, которая должна была проходить на территории именно Грузии, то есть Табилиси. Однако в дальнейшем, когда вот весь этот процесс вмешались сначала якобы представители их посольства, МИД, то есть эти люди, часть из них, конечно, работали на посольство, потому что меня пригласили туда, я пошел в их посольство обсуждать там, ну, какие тезисы будут, что там, какие вопросы, какие проблемы будут подниматься и так далее. Мы даже тогда, я помню, обговаривали возможность того, чтобы уже в Табилиси взять какой-нибудь конференц-зал для пресс-конференции. Однако после этого, как со мной связались, как в дальнейшем оказалось представители спецслужб, то есть ММБ, на тот момент это называлось ММБ, сейчас СКБ, однако представлялись тогда как представители президентского аппарата, и сотрудники МИД очень хорошо подыгрывали им, кстати. Они дали мне полные гарантии, во-первых, безопасности, и, во-вторых, тот резонанс, который они предложили, он был бы невозможен, если бы мы проводили пресс-конференцию в Табилиси, то есть с привлечением послов разных европейских стран, с привлечением представителей международных организаций и так далее. Они сказали, что вот список людей, вот они будут присутствовать, и они будут слушать все проблемы относительно Армении, вашей страны, которые вы поднимете. Но они будут присутствовать в, значит, в международном пресс-центре Баку, где, собственно, и произошла потом вот эта печально известная пресс-конференция. Я на таком уровне, когда получил, то есть уровень президентского аппарата, уровень сотрудников МИД, дип-миссии ихней, мне и в голову не приходило, что это может быть капкан. Понимаете, вот поэтому, собственно, я, и если бы я даже вот чуточку подозревал подвох, я бы не, я же сам сел в такси и сказал таксисту, езжай на вот этот красный мост, на грузино-азербайджанскую границу, таможню. Я бы этого не сделал. Иван, а находясь в Армении, вы вообще следили об армяно-азербайджанском противостоянии информационном, вот именно, потому что вы сейчас сказали, мне в голову не приходило, что это капкан. Ведь очень много они даже выставляли кадры, когда и были наши пленные, и, ну, видно, это было четко, когда солдаты наши сидели и говорили, что они добровольно сдались, на самом деле это было не так. Это же ведь тоже капкан? Это капкан. Ну, дело, я, конечно, следил и, конечно, даже занимался тем, что вот недавно я увидел, позавчера в Армении вспомнили об этом, что был довольно близок к Министерству обороны и так далее, и получал грамоты, и так, то есть следил, да, следил. Но, понимаете, дело в чем? На тот момент, в 2015 году, я возглавлял гражданскую инициативу в Армении. У меня плюс к этому был МПО. И они, азербайджанцы, об этом прекрасно знали. То есть это не уровень того, что солдат, срочник попал к ним в руки. Я понял. МПО, МПО, это что? Неправительственная организация. Оппозиционная, да? Оппозиционная, да, неправительственная организация. И плюс к этому официальный переход через грузино-азербайджанскую границу и так далее. То есть это абсолютно другой случай. Если бы, если пойти, то есть по логической цепочке, которую вы предложили, да, они должны были держать в плену, скажем, того же Рафея Ганессиана, который также бывал в Баку или... Но почему-то они решили именно со мной так поступить. Может быть тогда... Я не знаю. Я не знаю почему. То есть они вам не говорили, зачем они вас с семьей задерживают на какое-то время? Конечно говорили. Официальная формулировка была в целях нашей безопасности, в целях моей безопасности. Якобы у спецслужб есть официальная информация о том, что в Баку из Российской Федерации прилетел человек по заказу армянских спецслужб, чтобы убить меня. И поэтому меня, да, значит, против моей воли 6 месяцев держали вот так. В санатории ММБ. Как я понял, платформа мира, о котором долгое время они говорили, последние полтора года, во всяком случае, одним из инициатором этой платформы были вы, да? В чем она заключалась, эта платформа, и кто вам ее предложил создать? Значит, после того, как я выехал из Баку, я находился на территории Украины, работал на ЭКИНС, на СМИ, возглавлял армянский отдел, и очень тесно общался по, значит, по ходу работы с главным редактором этого СМИ, Эйнулой Фатулая, которого, я думаю, вы знаете, кто это такой, и какие рычаги у него есть в Азербайджане. И однажды, если я не ошибаюсь, в октябре, нет, не в октябре, в сентябре, в сентябре 2016 года мы с ним вот так, об этом есть и свидетельство, то есть наша с ним переписка, где он признается, что фактически это наша идея, и мы ее создали, он мне сказал, вот попадал идею такую насчет платформы, и то, что тогда не обсуждалось ни карабахский вопрос, ни то, что члены, которые вступают туда, они должны подписать декларацию, где написано, что миротворчество с условием обязательного признания Карабаха неотъемлемой частью, вот, мы говорили лишь о возможности проведения неких флешмобов с участием армян и азербайджанцев даже за территорией Кавказа, то есть вне территории Кавказа, в Украине, в России, в Европе и так далее. А потом, после этого, я получил приглашение, полетел в Баку, полетел в Баку, и там уже оказалось, что вот мы, то есть это, я увидел, что на это спецслужбы вместе с Фатулаевым, они создают вот такой проект. И я де-факто являюсь одним из основателей, и де-факто, и де-юре. Однако потом, спустя буквально месяц после этого, когда я понял, во-первых, какие там идут фальсификации, как там, ну, выражаясь другим языком, разводят армян, разводят на то, чтобы они попали в ловушку, которую они сначала не подозревают, но это ловушка для, в принципе, для Арцаха, да? Меня удивляет, как сами армяне попадались в эту ловушку. Но, как я понял, все они, как правило, это либо люди, состоящие в оппозиции, либо это люди из народа, которые устали от деятельности, скажем так, армянской власти, да? Кто-то бедно живет, а кто-то там еще по какой-то причине. То есть получается, что Азербайджан этим воспользовался. Но, с другой стороны, и армянская сторона может этим же воспользоваться и приглашать в свою сторону азербайджанских оппозиционеров. Конечно, 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 армянская сторона может этим воспользоваться. Скажу даже больше, я знаю очень много азербайджанцев, которые хотят поехать в Бирьево. Может быть, некоторые из них и поедут. Я не знаю пока что. Ну, вы встречались с этими армянами? Вот я знаю, там один из Швеции, другой из Ставропольского края. Вот те, которые приезжали в свое время. Они до сих пор думают, что это действительно платформа мира во имя мира? Или они уже поняли, в чем суть? Конечно, нет. После опубликованного первого моего видеоматериала, 28 мая, если я не ошибаюсь, оно вышло, спустя 2-3 дня все армяне, которые находились, числились, кроме фейковых, конечно, вы знаете, что Азербайджан создавал еще и фейковых армян. Все армяне, которые были там, были в этой платформе, все сошли своим долгом выйти оттуда. Некоторые из них даже опубликовали своеобразное, ну, аналогичное видеосообщение, где призывают других армян не попадаться на этот крючок. А вы упомянули фейковых армян, что они из себя представляют, кто эти люди? Вы понимаете, дело в том, что тот же Фатулаев списывал, и спецслужбы списывали огромные средства с госпюджета на привлечение армян вот в эту миротворческую, скажем так. Они просто получали деньги, Фатулаев и... И когда нужен был армянин, а его не было, Фатулаев мог записать дочку своего друга, этническую азербайджанку, как, скажем, Анну Синанян, армянку. Поставить, что-то сам от себя тяну написать, от ее имени интервью, как вот это Анна Синанян поддерживает платформу. А, то есть они видеокадры, фейковые армяне, я как понял, видеокадры не попадали, они чисто были в публикацию? Конечно. Чисто вот я беру ваше фото или фото вашего соседа, ставлю и пишу в своем СМИ, скажем, у меня СМИ Акинас. Я ставлю там фото, пишу вот такой-то, такой-то, по Господу всем поддержал платформу мира и сказал, что Карабах должен быть в составе Азербайджана. И у меня 100 тысяч просмотров, и у меня это идет уже перепост по всем СМИ, и все, эффект достигнут. И у меня еще зачет, звездочка у начальства. Вот так и создавались эти фейковые армяне. А скажите, ну, насколько я знаю, есть такая Сюзан Джагинян, насколько я знаю, журналистка армянская, которая до сих пор находится в Азербайджане, и, как мне известно, она не собирается уезжать, и проживает там, и даже работает там. Что вы знаете о ней, встречались ли вы с ней там? Начнем сначала, как вообще она появилась. Дело в том, что она, Сюзан Джагинян, она тоже в некоторой степени фейк. Не в том плане, что она азербайджанка, а в том плане, что вся ее биография и то, как ее представляют армянские СМИ, а, извиняюсь, азербайджанские СМИ, это, к сожалению, моя с Фатулаевым выдумка. В ноябре прошлого года, когда мы собрались в гостинице «Гаят» в Баку, и было еще там, ну, 6-7 дней до начала вот этой пресс-конференции, чтобы, ну, платформа мира и так далее, Фатулаев пришел в один день и говорит мне, что вот сверху у меня вот есть заказ, то есть не заказ, а условие, что обязательно должен быть третий армянин. Они тогда рассматривали кандидатуру, он и депутат Мили Меджлиса, Азай Гулиев, они рассматривали кандидатуру, был такой и есть он, печально известный, Георгий Ванян, который Тайкалинский процесс, и вы, наверное, слышали. Однако, связавшись с этим человеком, этот человек, я не знаю, я не был при переговорах, но как потом мне Фатулаев сказал, этот человек попросил огромное количество денег, которые они не хотели давать. И тогда вот появилась эта Сюзан Джагиньян, которая, ну, я эту женщину знал как? В 13-м или в 14-м годах, когда я делал митинги в Армении, она была в числе тех, кто за несколько тысяч стран держали плакат. То есть она, получается, никакая не армянская журналистка, она ни в каких СМИ не работала армянская? Она в жизни ни в каких СМИ не работала, и, по-моему, даже в жизни нигде не работала. Это человек, который отказался от своего сына, не видит своего сына. У нее есть сын, у нее есть отец, который видеть не хотят дочку, и не потому, что она уехала в Азербайджан, а намного ранее этого все это было. Этот человек жил в городе Роздан, пил и хотел красивой жизни. Вот. А после того, как ее азербайджанская сторона, то есть Фатуллаев плюс спецслужбы, с двойным нарушением госкраниц, то есть сначала армяно-грузинскую, а после грузино-азербайджанскую. Об этом есть много фактов, я думаю, мы в скором времени и это представим. С нарушением двух границ привели в Азербайджан, у нее, как она думала, началась вот эта красивая жизнь. Однако, ну вот как мы, почему она журналистка? Ее привели в Баку, я сижу, Фатуллаев сидит, этот сидит, она сидит испуганная вся. Фатуллаев говорит, ладно, как ее представить? Подумал, подумал, говорит, а давай она будет журналистка. Кто будет разбираться? Напишем, известная журналистка из Арбеги. Да, у них очень часто такие прилагательные бывают, как известный правозащитник, известный журналист, известный тот, естественно, этот, хотя о человеке могли даже ранее и не знать. Вот складывается такой вопрос, я думаю, который всех интересует. Что они делают? Они платят этим людям, которые пересекают границу и играют роль, ту, которую им дают? И как они живут, вот эти самые так называемые армяне? Ну вот, возвращаясь к той же Джагиньян, я вам скажу, что у нее был шанс, у нее дважды был шанс выехать из Баку. Первый раз это вместе со мной в декабре прошлого года. Тогда она отказалась. Второй раз это в январе, в январе уже этого года, когда я начал этот процесс, то есть процесс по ликвидации, скажем так, вот этого капкана, да. И я мог тогда еще сделать так, чтобы она выехала оттуда ко мне в Украину. Она отказалась, она выбрала свой, я извиняюсь, шкурный интерес, по-другому я не могу это назвать. И, собственно, осталась там, как я думаю, как я думаю, зная, как работают их спецслужбы, зная, как много грязи она видела и какой информацией она владеет. Ее больше никогда в жизни не выпустят из Баку. Она навечно осталась там. К сожалению, к сожалению для меня, потому что, ну, человек-то. Что касается платят или не платят, опять-таки в истории, скажем, с той же Джигиньян. Ей никто ничего не платит, и об этом в сети просочилась вот эта переписка моя с Фатулаевым, где Фатулаев жалуется мне и говорит, почему она все время просит денег, у меня нет денег. И, кстати, речь там шла, по-моему, о какой-то смешной сумме в размере 200 долларов. А пожелание, питание, как с этим справляются люди? Вот, например, она конкретно. С чем справляется, извиняюсь? С пожеланием, с питанием. А, ну, нет, я не думаю, что там все настолько плохо, что, скажем, могут возникнуть какие-то вопросы с питанием. Потому что, если она похудеет вдруг резко, это будет невыгодно той же агитмашине азербайджанской, которая время от времени ее вот так, как когда-то Леонида Ильича, показывает и опять убирает туда, где там держит. Вот, вот, дальше уже, дальше уже у нее, к сожалению, я точно знаю, что свобод никаких. То есть она свободно может питаться, и все. Возьмем остальных. Вот я знаю, что недавно еще один побывал, который называл себя уроженцем города Баку, и даже слезу пустил, что он соскучился по этому городу. Он приехал, насколько я понял, он, ну, из довольно-таки простой такой семьи. Я не думаю, что он вот взял, поверил, взял, купил билет и слетал в Баку, вернулся. Наверняка же его не только пригласили, но и оплатили все это. Вы имеете в виду, наверное, Эрика Хачатурова. Есть также переписка моя с ним, которая, я думаю, также выйдет в скорую эфир, где он боится ехать в Баку. И я его уговаривал не ехать туда. Я его уговаривал, если даже как-то он попадет туда, все время держать со мной связь, не отдавать никому паспорт, не отдавать никому телефон, смотреть, чтобы его обманом не повели куда-то, и что он цветы где-то ложат и сняли, как это печальный опыт есть, понимаете? Вот. Но, к сожалению, потом он резко пропал на несколько дней. И я посмотрел, уже узнал из СМИ, что он находится в Баку. Этот человек-кондитер, его в Баку представляют в той же платформе мира на сайте. Он записан как бизнесмен, хотя этот человек никаким бизнесом не владеет, работает кондитером в Санкт-Петербурге. Опять очередное вот утрирование. Конечно, его пригласили не за его счет, а пригласили за счет все тех же спецслужб. Он даже мне открыто говорил о том, что знает, что его приглашают туда спецслужбы. И знает, что его ожидает там клеточный режим, как он выражался, это его выражение. Что касается остальных, ну, есть такой Ваге Аветиан печально известный. Это известный, печально известный человек. Да. Очень, очень. Азербайджан играет на том, что этот человек наркозависим, понимаете. И как они сами выражаются, тот же Фатулаев или там Орхан, Набиев есть у них. Они про него говорят наш собственный ручной дрессированный армянин, который за 50 долларов скажет, где поедет, куда угодно, и скажет, что угодно, и сделает, что угодно. Они играют именно на этом, на наркозависимости этого человека. К сожалению, мне жалко их. На самом деле жалко. В протоколе всей вот этой вот драмы обязательно нужно было съездить к памятнику Ходжалинским событиям, возложить цветы там, я не знаю, Алиеву папе, Алиевой маме и так далее, и так далее. А шахидам, этим самым героям. Это всем обязательно это делать? Если от этого отказаться, то что? Я не знаю то, что. Когда я в 2015 году, 2016 году выезжал из Баку, со стороны их спецслужб было поставлено условие, выедешь только после этих съемок. Там не только эти съемки, там у них сценарий один. Памятник вот этот Ходжалинскому якобы геноциду. Прогулки по старому городу обязательны. И обязательно всегда одни и те же ММБшники там попадают в кадр, кстати. Если смотреть, там всегда те же прохожие. И армянская церковь без креста. Они стараются не снять там купол. Но вы знаете, что она обязательная программа, чтобы показать, я знаю, почему это. Во-первых, они думают, что они себя этим страхуют. Если кто-то выйдет и скажет, что вот я был целиком и полностью под колпаком ММБ, они вот сразу всунут эти кадры. А как так? Человек вот гулял по старому городу. Ну, примитивизм до такой степени. Я не знаю, что будет, если кто-то откажется. Лучше, чтобы вообще туда никто не ехал пока что. Насколько я знаю, вас первый раз и выпустили из Баку, только потому, что вы вот там прошлись. Это было условие. Условие того, что, ну, я говорил, мне предложили две страны, Украина и Турция, и сказали, после каких-то съемок, определенных съемок. Я спросил, что за съемки. Они вот нарисовали маршрут. Ходжали, старый город, свободная обстановка. Там есть такая Диляра Эффендиева, якобы правозащитница, но не штатный сотрудник СКБ. Якобы ты вот с ней сидишь в ресторане, ее тоже привели, посадили туда. Да, вот. И, ну, я понимал, они себя обезопасили, да, в некоторой степени. Хотя и потом, как я выехал из Баку, первым это в эфир дал тот же Хакинес, тот же Фатулаев. Человек, который себя называет врагом спецслужб, дает кадры, которые снимали спецслужбы. Ну, вот так. Понятно. Скажите, вот есть еще такие съемки, где вы якобы находитесь в Анкаре с азербайджанской журналисткой. Нет, это не я. Что вы делали в Анкаре? Или кто это? Это был Сергей Джулакян, человек, который также наивно поверив в идеи платформы, у него дед родился в Азербайджане и так далее. И он поехал в Баку, его пригласили в Баку, он из Германии полетел туда, из Берлина. Пробыл там 13 дней, у него отобрали опять-таки средства связи, отобрали паспорт. Никакой Анкары не было. Это телеканал CBC снимал, который целиком и полностью подчиняется и курируется спецслужбами Азербайджана. Вот я... Он сам может вам рассказать, он сейчас в Украине, Сергей Джулакян. Я могу устроить так, что он сам расскажет это. Но как было я, я вам скажу. Это был отель Бакинский Мираж Ин. Работники спецслужб привели вот эту Мехребан Касумову, посадили туда, сказали, будешь говорить, что вы проводите интервью в Анкаре. Я вот до сих пор не понимаю, почему так. И, наверное, они списали деньги опять на поездку в Анкару. Для съемочной группы и для себя. Ну и вот так. И как он рассказывает, там целый день снимали вот эти 10 минут. И его паспорт был у одного из работников спецслужб. Фарид Мамедов его зовут. И он говорит, вот, геноцид, геноцид. И паспорт показывал. То есть ты обязательно должен сказать про геноцид Ходжалу. Вот, собственно, и все. Вы знаете, я думаю, что люди старшего поколения, которые родились в Баку, жили там в советские годы. Вот все, что вы рассказываете, почему-то возвращает на мысль тот советский Азербайджан. Ведь Азербайджанская ССР, если кому-то и уступала, то это только узбекская ССР по коррупции и взяткам. И вот все, что вы рассказываете, в принципе, ничего не изменилось. Во власти один руку моет другому руку. И как бы деньги делает буквально ни на чем, вот даже на армянах. Насколько я понял, вот эта вот вся платформа мира. Они делают огромные деньги. Скажите, сейчас остались армяне в Баку? Вы видели каких-то армян? Вот они говорят, что в Азербайджане проживает порядком около 30 тысяч армян. Вы видите на этих нормах? Это официальная цифра. Значит, первый раз эту цифру мне озвучил Азай Гулиев, депутат Мили Меджлиса. И президент на тот момент возглавлял фонд помощи неправительственным организациям при президенте Азербайджана. Он сказал, официальная цифра, 38 тысяч армян официально проживает в Азербайджане. Я тогда спросил, почему сказал тогда вы не открываете союз армян в Азербайджане с учетом 38 тысяч. Нашли бы хотя бы 100 армян, которые грамотно пишут, грамотно работают, могут создать свои журналы или что-то, что-то, что-то. Нас не поймут. Вот его ответ. Знаете, наверное, в голову это 38 пришло, потому что довольно-таки известная цифра. 38 параллель, корейский перешейк, да, Южная и Северная Корея, чего они сейчас сами страдают, как в Северной Корее. Да, 38 попугаев, мультфильм, кстати говоря, тоже. Есть еще 38-й год, печально известный. Да, кстати, тоже, да. То есть армян вы таких не видели там? Ну, я скажу вам так. В ноябре прошлого года во время кофе-брейка на пресс-конференции по открытию платформы мира те же СКБшники пришли ко мне и очень так многозначительно вот с тобой тут хотят встретиться. Я думал, опять кто-нибудь из правительства или кто. Меня повели в одну комнату, где сидели три бабушки, одна женщина и одна девушка молодая, моложе меня лет на пять лет, 25 вот так. Вот это те армяне, которые из разных концов Азербайджана пришли на встречу к тебе. Я сказал, можно паспорта посмотреть. У одной только паспорт был. Там гульнара какая-то, но отчество было Карапетовно, если я не ошибаюсь. Я очень просил, чтобы кто-то мне слово хотя бы сказал по-армянски. Никто не сказал слово. Все, перебивая друг друга, сначала говорили, как им хорошо в Азербайджане, что их никто... То есть один и тот же текст всем дали, чтобы они... Вот. А потом, когда я начал потихоньку выводить их на откровенный разговор, первым рассказала, наверное, по молодости своей вот эта девушка. Вы знаете, меня никто замуж не берет, и на работу я не могу устроиться, потому что все знают, что мой отец был армянидом. После этого СКБшники сразу все, время кончилось, всех этих бедных армян взяли и куда-то... Или якобы армяне, я не знаю, взяли и куда-то увидели. Вот из тех 38 тысяч... Вот что я... Да, да. И то, наверное, под вопросом, армяне ли они вообще. Ну, конечно. 38 тысяч еще нужно как-то посчитать, а чтобы их посчитать, нужно, чтобы все эти 38 тысяч в графе национальность указали, находили армяне, что они армяне. А это и есть, к сожалению, с учетом сегодняшней ситуации с обществом, с теми мутациями. Я уверен, что это мутация, потому что азербайджанский народ когда-то давно не имел проблем с армянами, скажем так. А сейчас общество настолько мутировалось, что там назвать себя армянином, да еще указать в графе, это самый легкий способ, наверное, самоубийство. Шахмин семьи уезжали оттуда еще в конце 80-х, в начале 90-х. Даже те, которым некуда было уезжать из Азербайджана, но при этом являлись смешанными, они, естественно, судорожно меняли имена и фамилии и перебирались с одного района города в другой район города. Потому что в своем районе там знали, что вот муж или жена там являются армянами, и там уже невозможно. Поэтому я был очень удивлен, когда слышу от азербайджанцев, что вот живут там 30 тысяч армян в Баку, и я думаю, может, они с Карабаком считают, но опять-таки не получается с другой стороны. Ван, скажите, такой вопрос. Ну, вы наверняка знали, чем это все закончится. Сейчас вы приобрели себе врагов как бы и с азербайджанской стороны, и с армянской стороны тоже. Вы были к этому готовы, что вот в вашу сторону будут нападки и называть вас врагом народа и армянская сторона в том числе? Вы понимаете, в чем дело? Дело вот в чем. По мне, так, это все сантименты, понимаете? Это все сантименты. Была цель, во-первых, как я сказал, ликвидировать вот эту ловушку, которая до конца еще не пройдена, только на половине пути мы для Армении и армянского народа и Арцаха. И моя личная цель была это побольнее ударить по тем людям, которые меня, мою жену и моего сына держали под арестом полгода. Я думаю, что цель достигнут. Вы человек, который лучше других, лучше остальных разбираетесь в этом вопросе. Наверное, вы знаете, что то, что сделали мы с мая этого года, Азербайджан в гибридной войне, так называемой, такого удара еще не было. Вот. Так что для меня главное вот это. А как будут меня воспринимать люди? Вы понимаете, у меня нет амбиции стать, скажем, президентом страны или занимать, или чтобы люди как-то особенно относились ко мне. Моя цель, вот я говорю, была ликвидировать вот ловушку эту и ударить побольнее. Я, по-моему, цель достигнута. Все остальное для меня сантименты, которые мешают делать. Что-что? Это была ваша цель изначальная, как я понимаю. Изначальная цель вы имеете в виду с 2015 года. А вот когда вы только поехали туда, у вас будет... Я во второй раз, собственно, поэтому уже занимаю определенный статус в самом Азербайджане. То есть и де-факто, и де-юре. Я был руководителем отделов СМИ и общался по роду деятельности с разными там чиновниками у них. И я знал, что на этот раз они не смогут точно так поступить со мной. И я добровольно поехал из Украины в Баку, в Азербайджан, чтобы сам выяснить, что все-таки там творилось. И я должен был остаться здесь, и я остался больше месяца там. И мне это удалось выяснить. Откуда я сегодня знаю имена, фамилии, откуда у меня есть масса фото и видеоматериалов, которые мы скоро дадим в эфир и постепенно вот что-то мы даем. Это благодаря вот этой месячной поездке. Однако я тогда не имел цели ударить по платформе, потому что я думал, что... Ну да, ну а почему бы и нет? Но после, когда там, во-первых, во-первых, там все очень хитро построено в том плане, что армянские СМИ касались этого вопроса, и мы можем... Там мир, 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 большими буквами, и очень маленькими буквами, что мир в случае, если вы признаете Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Во-первых, во-вторых, как они... Понимаете, это был чисто коммерческий... Даже это коммерцией нельзя назвать. Это... С этого коммерческого проекта, я так понимаю, зарабатывали они. Зарабатывали? А кто же еще? Ну, может, и армяне тоже, которые туда прибывали. Я не знаю. Тех армян, которых я знаю, никто им не давал тех денег, которые можно считать за то, за то, что кто-то кому-то дал деньги за платформу. Скажем, самая большая цифра, которую я слышал, это было, по-моему, кому-то дали 700 евро. С учетом десятков или сотен тысяч, которые выписывались на все это, это мизер, понимаете? А за какой же хлеб они вас тогда попрекают? Вот я видел сообщение азербайджанских пользователей, где было на азербайджанском написано, что, мол, чтобы у вас, у Вана, боком вышел их азербайджанский хлеб. Мол, они вас так хорошо приняли, а вы теперь вот против... Вы понимаете, дело в том, что очень много азербайджанцев, наверное, тоже, как и армян, поначалу думали, что я чуть ли не там миллионером стал и так далее, и мне миллионы дали. Я никогда не подтверждал и не опровергал это. То есть я, понимаете, не изначально в пятнадцатом году мною не были поставлены никакие финансовые условия, и я не просил денег у них. Ни после моего выезда. То есть я работал на СМИ, получал зарплату как журналист немного выше, потому что это был армянский отдел, это был армянский вопрос, стратегически важная тема для них. И все. И все. Зарплату, я даже цифру могу назвать, это не такие большие деньги, там полторы тысячи долларов в месяц. С учетом там, скажем, что в день ты даешь 10 или 15 статей. Вы как журналист, наверное, знаете. Вот. Они считают меня неблагодарным не поэтому. Они считают азербайджанцы меня неблагодарным, потому что, вы понимаете, благодарность для них заключалась бы в том, если бы я остался там, в Баку, или если бы я выехал оттуда, но все-таки через день я как на работу хвалил бы режим Алиева. Кстати, ненавистный ими режим Алиева. Ненавистный азербайджанцы. Вы, наверное, знаете, какой. Где-то внутри себя, да. Где-то внутри там. Да, да, да. Сказать слух они не могут. Да, 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 да. Да, да, да. Вот. Я бы хвалил через день или каждый день режим Алиева. Я бы играл в то же, в то же лже-миротворчество. привлекал бы все больше армян туда, давал бы им подписывать вот эту бакинскую декларацию, так называемую. Это для них благодарность считалось бы. Вот. Если так, то, а это так, то да, я не благодарен. Я не благодарен и нисколько не стыжусь этому. Иван, собираетесь ли вы вернуться в Армению? Если да, то когда? Конечно, собираюсь. И сейчас тот процесс, который мы начали, он, я думаю, будет тянуться еще несколько месяцев. Потому что до меня доходят слухи из Баку, у меня все еще остались некоторые связи там. что, во-первых, идет попытка оживить вот эту платформу. Во-вторых, они пытаются сейчас, по-моему, создать новую платформу и привлекают к этому уже, они, у них есть горький опыт того, что СГП там нагадила, спецслужбы нагадили где только возможно. Они пытаются сделать это по-другому. Вот. И все это, все это, это вот в рамках этого процесса, которое должно быть раз и навсегда, то есть мы должны срубить плеча, чтобы в дальнейшем никто, ни те армяне, которые в Армении, ни те, которые за границей, ни те, у которых остались какие-то ностальгические чувства по тем временам советским, когда все было хорошо, не попадались на этот ключ. это моя цель. Мне сейчас работать над этим легче, находясь за пределами Армении. Однако, все это закончится, и ну, я думаю, я вернусь, вернусь в свой город, вернусь в свой дом, вернусь в свою страну. То есть, если я правильно понял, вы будете раз за разом давать какие-то разоблачительные вещи в своем выступлении? Ну, пока что мы все этого формата. Пока что этого формата. Разоблачительные вещи могут быть в виде и фотоматериалов, и видеоматериалов, и голосовых сообщений. И то есть, два года очень хороший срок, чтобы вы понимаете, нет, я не буду, я не закончу это предложение, потому что я вчера, ну, мы вчера говорили, я вам сказал, что есть вещи, которые я не буду озвучивать, просто потому что это даст повод Азербайджану обвинить меня, скажем, в шпионаже, и что они легко смогут сделать, и подать в розыск так что все по порядку. Тогда вы не сможете попасть в Белоруссию. Лукашенко этого не переживет, наверное, конечно. Что ж, Ван, спасибо большое за этот разговор откровенный, ну, а нашим зрителям, я думаю, самим решать, как относиться к Вану Мартиросяну, как очередному герою, который все-таки совершил этот мужественный поступок и съездил туда, все это время находился там, какое-то время возвращался, снова находился там и имеет сейчас, по его словам, колоссальную информацию, либо же, как предателю народа, как я вот читаю, многие об этом пишут. Каждого, естественно, сваря голова на плечах, и каждый волен поступать и думать так, как ему хочется. Спасибо еще раз, Ван. Это был Ван Мартиросян. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok